Отлично. Теперь можно здороваться. Всех приветствовать. Ну что, всем, кому-то день, кому-то вечер. Большинство наших слушателей, я думаю, что точно сейчас находятся в зоне вечера. Мы хотим сегодня всех поприветствовать в нашей встрече, которую мы с Еленой Поповой организовали, чтобы поговорить о такой важной теме, как сотрудники амбассадора, и пригласили Анастасию Душканову, специалиста по внутренним коммуникациям Челябинского завода металлоконструкции, выпускница нашего курса «Сотрудники амбассадора», которая, собственно, сегодня будет рассказывать свой замечательный кейс, как превратить сотрудников такого тяжелого производства металлургического в амбассадоров. И, наверное, перед этим пару слов я хочу просить еще Лену сказать. Я немножко хочу тебя попросить сказать на тему амбассадоров, потому что мы с тобой в этой теме достаточно давно, но ты как бы главный гуру в этой области. Кто такие, что такие? Потому что Настя нам будет рассказывать прям практику, а мы сейчас там такая минутка теории. Кто такие сотрудники амбассадора? Потому что я наблюдаю сейчас международный контекст, и я хочу сказать, что это прям такой мейнстрим. Последний год-два эти программы компании запускают прям десятками. Я вот общаюсь с коллегами из разных стран, США, из Бразилии, из Европы, и прям вижу мега растущую популярность вот этих тем. Давайте расскажу, что это такое, Лен, даю тебе слово. Ты у нас главная по России, главная амбассадора всей Руси, поэтому тебе даю слово. Да, друзья, добрый день, вечер, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. У нас сегодня первый вебинар в рамках наших вебинаров перед стартом курса. Что касается амбассадоров, еще раз, как мы любим, пройдемся по теории. Кто такой амбассадор? Сотрудник компании. Это лицо, это посол вашего бренда, который продвигает, развивает, инициирует и также вдохновляет сотрудников вашей компании. Вдохновляет своим примером внешнюю аудиторию в зависимости от цели и задачи, которые стоят перед вами. То есть вы должны понимать, под какие задачи вы создаете сообщество амбассадоров, какие амбассадоры вам нужны, под какие цели. Опять же, соединяем цели со стратегией развития вашего бизнеса. Все должно быть в связке. Мы все время говорим о том, что когда мы создаем сообщество амбассадоров, мы должны понимать, какой ожидаемый результат для бизнеса мы хотим получить. Вот, Таня, если есть что добавить, я сейчас просто так вкратце прохожусь, чтобы нам просто вернуть всех в реальность происходящего. То, что у нас все-таки амбассадоры, это не про поговорить просто так. Это люди, которые занимаются развитием вашего бизнеса, как внутри, так и во вне. Ну, я, наверное, добавлю самое главное, что это действительно не просто вопросы, давайте соберем людей, и они что-то будут делать. Это такая большая системная программа, это точно такой же HR-инструмент, как многие другие HR-инструменты. Его надо уметь правильно использовать. Вот, а как раз как это правильно использовать, как это работает на практике. Мы опять-таки сегодня собрались про практику говорить, потому что все, что касается теоретических основ, и много, кстати, в науке. Я научных статей в последнее время тоже нашла. Не могу сказать, что много, но есть десятки уже статей на тему сотрудников амбассадоров, то есть эту тему изучает наука. Есть теория, а есть реальная практика. По сути, из реальной практики как раз пишутся все наработки. И вот надо понимать, что это история про системную работу, если вы хотите получить ее, таких сотрудников, в качестве поддержки. И, наверное, вторая история, которую я добавлю, я сказала, да, люди, которые представляют компанию. Если вот раньше я обращала внимание, что больше HR про это говорили, да, и сотрудники помогали, предоставили там бренды, работодатели, внутренних программ, и все изменения, то сейчас нарастающий тренд еще к маркетингу не пошел. Маркетинг пришел к HR и говорит, помогите нам собрать сотрудников, отобрать, сделать их группой поддержки нашего бизнеса для продвижения на внешний рынок. С этой точки зрения сейчас это тоже такой большой тренд. Ну и последний прогремевший кейс, я не знаю, знакомы ли вы с этим кейсом, но компания ЦИСК обучила 83 тысячи своих сотрудников, чтобы они стали ее амбассадорами, продвигали ее в социальных сетях. Это не та программа амбассадор, за которую будем говорить мы. Это вообще, скажем, почему он прогремер, потому что большая компания сказала, да у нас вот есть огромный пул людей, который может нас поддержать, давайте их научим. Но на большой дискуссии все-таки все говорили, не надо всех и вся, нужно создавать эти программы, нужно искать тех, кто готов. Вот мы сегодня не будем рассказывать, как создать такую программу на уровне теории. Мы посмотрим на практике. Так, у меня звук пропал почему-то. Как Настя, да? У меня хорошо. Вот, как Настя, да, как Настя создавала такую программу, потом обновляла эту программу, и такие программы живут. И, в общем, это прям становится все более популярно. Есть компании, где есть несколько амбассадоров, есть несколько десятков, а есть сотни амбассадоров, а есть некоторые компании пытаются всех сотрудников превратить амбассадоров. Вот. Ну, мы не будем задерживать, Настя. Я хочу передать тебе слово, чтобы ты рассказала о своем кейсе немножко, да, чуть-чуть о себе, чуть-чуть о компании, потому что в производственном бизнесе это тоже есть особая специфика. И мне кажется, это тоже интересно тем, кто работает в этом бизнесе. Про это идти узнать немножко, про программу, программу. Микрофон у тебя. Спасибо большое за приглашение. Мне очень приятно с вами встретиться снова. Меня зовут Анастасия Таушканова. Я до недавнего времени была ведущим специалистом по коммуникациям Челябинского завода металлоконструкции. Сейчас я ведущий специалист по социальным программам. У меня более чем 20-летний опыт работы в коммуникациях. Наше предприятие, несмотря на такое очень стандартное название, на самом деле является крупнейшим производителем металлоконструкции в России. И мы делали олимпийские стадионы, телебашни, лахтоцентр в Санкт-Петербурге, космодром Байконур. Очень много ярких таких известных объектов, которыми наши сотрудники гордятся. Мне кажется, я просто замечательный наглядный материал для Елены и Татьяны, потому что у меня такой случай, что я создала сначала сообщество амбассадоров сама, как умела от души, а потом мне дали возможность пройти обучение. И я создала еще одно сообщество, которое уже было подкреплено знаниями, которые дали на этом курсе. В общем, я была единственным специалистом по коммуникациям, отделом целым в одном лице на всем предприятии. Мне нужны были помощники, потому что в одиночку очень сложно работать, нереально. Я стала искать их среди активных. И поскольку у нас на предприятии много спортсменов, бывших, несостоявшихся, просто увлекающихся спортом, мы первым делом создали вот это сообщество амбассадоров спорта, которые двигали идеи здорового образа жизни в коллектив. Настя, а можно показ слайдов? Потому что сейчас идет просто это, демонстрацию начать сейчас, текущего слайда. Чтобы просто было видно, во весь экран будет лучше видно. Так, хорошо. Вообще теперь идеально. Ну это я уже в рецептах. Так вот, амбассадоры спорта занимаются здоровым образом жизни. Мы с ними немало добились. Они проводят сами заводскую спартакиаду по 11 видам спорта. Они сами несколько лет назад спроектировали и фактически построили тренажерный зал современный на предприятии. Мы с ними проводили юбилей, и они создавали книгу рекордов ЧЗМК в ходе там своих спартакиад. Они участвуют во всех активностях. Ну и вот я подала этот проект на премию Интерком. И Елена Статьяна любезно, очень вообще благодарна вам по сей день очень сильно. Выдали мне специальный приз премии Интерком за создание этого сообщества, за этот проект. И подарили обучение на своем курсе. И вот, как я уже повторюсь, я обучилась. И я создала второе сообщество амбассадоров на предприятии сообщества амбассадоров бренда, которое получило название группа Центр. У них есть вот свой логотип, своя символика. Их задача привлекать молодых специалистов, молодых сотрудников на наше предприятие. Они прошли обучение в школе блогинга, умеют вести блоги, снимать видео, монтировать, делать красивые фотографии, писать тексты. Они владеют навыками публичных выступлений, легко общаются с молодежной аудиторией. Мы с ними ходим в университеты и в профильные техникумы, где подробно рассказываем и завлекаем на свое предприятие. Мы создали квест по производству, где студенты могут все потрогать руками и задать любые вопросы. И вот у них такая работа. И дальше я вот как раз построила свои слайды в формате, как у меня было до обучения и как стало после обучения в сообщество. Самым большим для меня открытием, и я до сих пор вспоминаю эту фразу Татьяну, что не надо брать всех буйных в сообщество. Я же, когда пришла в спорткомитет, я начала просто там хорошо бегаешь, пошли к нам в спорткомитет, ты активный, пошли к нам в спорткомитет. Всех, в общем, туда нести. И в итоге собралась компания далеко неоднородных и не заточенных под одно дело людей. После обучения нас там научили, как нужно отбирать людей. То есть для меня это вообще было открытием. Мне казалось, ой, согласился, пошел ты, и слава богу, что ты к нам пришел, спасибо. А тут, я думаю, я объявлю отбор, и вообще никто не пойдет. Ну да, на первых порах было действительно сложно, и мы прям с начальниками цехов смотрели по соцсетям, кто из сотрудников у них активен в соцсетях. А далее уже я на них выходила, приглашала их на собеседование. У меня разработана была программа с подсказкой Елены, которая называется «Дай пять». И я вот только тех людей брала. Да, у меня по количеству получилось меньше, но по качеству получилось гораздо лучше. Но позже скажу, почему. Далее. Мотивация. До обучения мне казалось, что пообещай людям всем корпоративные призы, участие в каких-то закрытых корпоративных мероприятиях, и они все радостно побегут в мое сообщество. Ну и под это, возможно, и собрались люди такого формата в это сообщество. На курсе есть очень интересный урок по способам мотивации людей. Оказывается, каждому человеку нужно свое. И там все так удачно систематизировано. Вот какие нужно, на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы завлечь. Кому-то, может быть, и нужны корпоративные призы, кому-то интересно решить интересную нестандартную задачу, кому-то интересно самостоятельная работа, самостоятельные действия. И вот создать эту программу мотивации, зацепить как можно больше людей и плотно их замотивировать, именно получилось благодаря курсу. До обучения в моем спорткомитете, как я поощряла сотрудников, то есть раз в год или раз в полгода мы там с ними собирались, встречались с директором, и мы всем дарили одинаковые корпоративные подарки. Меня очень удивляло поначалу, почему вот я им подарила всем пауэрбэнки классные, а половина рады, половина не рады. Я думала, что все должны быть счастливы. Вот, очень классная идея, которая мне была подсказана на обучении, это вот именно создание корпоративной валюты. То есть люди теперь могли сами зарабатывать валюту эту, потом тратить ее раз в год в корпоративном магазине и заказывать именно то, что им нравится. И я почувствовала разницу, какой действительно у них восторг. Вот кому-то нужна косметичка особая, кому-то кто-то успел заработать на ветровку, кто-то на колонку. Но вот когда человек получает то, что он хотел, да еще вот с логотипом этой нашей группы «Центр», вот тут я прям отрицательных откликов ни от них не услышала. Ну и потом это, конечно, больше мотивирует к работе, потому что интересно, что вот я вот это сделал, раз мне там денежка капнула, вот это сделал, денежка капнула. Вот у нас даже есть прям монеты и бумажные деньги, корпоративная валюта. Сейчас мы все в электронном виде считаем, но вот это у нас еще осталось как раритет. Очень важный момент, который мы внедрили, что у амбассадоров бренда уже появилось обучение. То есть если мы, когда делали спорткомитет, думали, что мы сами с усами, господи, там что там собрать людей, дать им общее задание, там их развеселить, туда-сюда сводить, и все будет нормально. Нет, вот когда ты разрабатываешь программу обучения, и люди получают возможность расти, развиваться, получать новые навыки, это здорово их держит в этом сообществе. А потом, что когда они, применяя свои навыки, еще успешно, и что-то за это получают, вот это вообще полный атаск. Вот показательно то, что из сообщества амбассадоров бренда, которые прошли много обучения, и которые были отобраны по заданным признакам, у нас два человека очень сильно выросли в должности. За буквально каких-то полтора-два года они стали большими начальниками. Во-первых, они везде мелькали, их везде замечали, во-вторых, они активные. У нас пришла компания ТМК в прошлом году на завод, и там есть проект «Форум Горизонты». Очень крутой корпоративный проект, куда не так-то просто попасть в финал, а выиграть совсем тяжело. И там призы 100 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, довольно-таки хорошие, денежные. И именно из нашей группы «Центр» туда в финал попали, вот все, кто попал в финал через ДМК, они все были из группы «Центр». И один мальчик даже победил и выиграл там один из главных призов большой денежной суммы, и потом его назначили руководителем, и он пытается сейчас реализовать этот проект, который разработал. Мне кажется, все это тоже не случайно. То есть эти люди уже были заранее подготовлены к тому, чтобы двигаться вперед, обучаться и в чем-то таком участвовать. До обучения у моего сообщества спортсменов не было каких-то конкретных целей, кроме того, что вот мы несем идеи здорового образа жизни, у нас спорт, все за спорт, идите. Во-первых, это руководство ни о чем не говорило. Ну, несете – молодцы, несите. Во-вторых, не было четкого понятия у людей вообще, чем они занимаются и зачем они здесь. Очень крутой момент, что после обучения, благодаря знаниям, мы смогли четко сформулировать задачу вот этого нового сообщества – привлекать молодых сотрудников. И отсюда мы смогли посчитать экономический эффект. Там сэкономить на поиске вакансий, на количестве привлеченных специалистов, на потерях при увольнении сотрудника. Ну, в общем, все это было оцифровано, и когда и директор увидел этот проект, и директор по персоналу. Все было им понятно, четко, и мы быстрее достигали понимания. То есть этот проект однозначно все хвалили и все поддерживали. Потому что было понятно, что мы вот не просто так тут собрались, чтобы вместе быть, а мы помогаем решать конкретные проблемы нашей компании. Вот. Что мне еще понравилось? Если в спортивном комитете мы просто были все объединены какой-то там абстрактной любовью к спорту, и действительно вот случались какие-то юридические моменты сложности при работе с сообществом. Это не было задограментировано, зарегламентировано. При общении на нашей общей площадке в чате тоже возникали всякие эксцессы. То вот тут вот после курса были прописаны уже все-все моменты. Вот меня поразило вплоть до вот юридической ответственности. Мы там разработали договор на то, что они разрешают, амбассадоры бренды, использовать их авторские материалы. На случай каких-то там спорных ситуаций существует регламент амбассадора, что они могут делать, что они не могут, чем руководствуются. Какие даже прописаны правила поведения в чате, о чем мы можем говорить, что не приветствуются. И все это тоже очень систематизирует работу, делает понятной и нам, и всем, кто с нами соприкасается. Вот какие в итоге сложности у меня были до обучения? Из-за того, что не было хорошего отбора в коллектив у меня в сообществе амбассадоров спорта, постоянно люди менялись, там уходили, приходили, могли неожиданно меня бросить на каком-то проекте, сказать, не мое там уйти, делай сама. Возникали жалобы, что, ну вот я уже говорила, что зачем мне этот пауэрбэнк подарили, он мне вот вообще не нужен, вы нам лучше деньгами дайте. Было сложнее найти взаимопонимание с начальством, потому что я отпрашивала людей там на вечные соревнования, на какие-то проекты, но никто не знал половину, что у нас есть такая группа спорторгов, и чем они занимаются. После обучения в группе амбассадоров бренда у меня уже сформировался коллектив единомышленников, и в какой-то момент я вообще поняла, что они могут и без меня прожить, в принципе, потому что они там сами все идейные. Там состав более-менее стабильный, у нас практически никто не уволился, наверное, вот за те два года, что мы работаем, там если единицы, и то это было большое событие, и они еще и не уходят из чата, говорят, нет, вы нас не удаляете, мы все равно придем, там примем участие в каких-нибудь, мы поможем в активностях. Вот, и они сами уже инициируют какие-то там активности, поездки, волонтерскую деятельность, и с них начинается любая движуха. То есть вот как, Лена, ты мне тогда подсказала, что вот, я говорю, ну, группа-центр, и ты вот подсказала в логотипе сделать эти лучики расходящиеся, как солнце и лучики расходящиеся. Вот, да, реально они на предприятии, как солнце и лучики, вот, допустим, у нас появился в этом году корпоративный КВН, и кто составил вообще первую команду? Конечно же, группа-центр в полном составе вошла в эту команду, и мы отыграли два сезона КВН. Ну, и так вообще с любым проектом они начинают, потом они уже подтягивают своих коллег, и как-то проект успешно двигается. Потом мы написали положение официальное про группу-центр, запустили же на заводе, что у нас такая организация есть, у нее какие-то правила, там такие-то расценки в корпоративном магазине. Мы согласовали это по всей компании, во всех инстанциях, и разослали под роспись ознакомиться вообще всем сотрудникам. И, по крайней мере, руководители, они теперь знают, что их сотрудник вот в такой организации, и что его нужно желательно отпустить, и там, и на КВН, и на встречу со студентами. Потому что тут директор подписал этот приказ, что эта группа работает. Ну, про то, что карьерно растут участники группы, да, я сказала. Действительно так. И хотелось бы добавить, если кто-то вообще задается вопросом, а зачем оно вообще все надо. Ну, Татьяна правильно сказала, что сейчас мы в мейнстриме. Действительно, очень большой интерес проявляется к работе сообществ. Вот у нас в регионах это вообще очень большая редкость. Мы в этом году завоевали приз, проект внутренних коммуникаций года Челябинской области. И когда я вот вышла и рассказала, что у нас и корпоративная валюта, и все вот это прописано, и вот есть конкретная экономическая эффективность. Мне прям чуть ли не стоя аплодировали жюри, где такие именитые представители, там, пресс-служб. Где-то, может, они вдалеке это видели, но для них прямо это было открытием, что это вот так может быть проработано, и вот так вот все сделано детально. И меня поражает, что зрители потом ко мне очень многие подходили и говорили, «Ой, как у вас классно, а давай мы тебе позвоним, и ты расскажешь, как это сделать, и мы у себя так же сделаем». Я говорю, нет, я по телефону этого не расскажу. Это нужно, реально вот нужны знания, чтобы это хорошо работало, и отправляю их к вам на курс. Надеюсь, что среди них, может, кто-то сейчас нас слушает. Поэтому надеяться, что вы создадите общество, вот как я, просто с нуля, будучи душевным человеком, очень активным, не стоит. Лучше учиться. Ну и потом, почему это работает? Мне кажется, что в сообществах люди получают шанс почувствовать себя режиссерами с счастливых мгновений, режиссерами своей жизни. У нас на производстве каждый шаг к сотруднику зарегламентирован на 10 раз, и над ним еще 10 начальников. Проявить творчество и инициативу очень сложно. Плюс вот современная обстановка, там то эпидемия, то геополитика. Мы все какими-то себя чувствуем часто щепками в волнах мироздания, от нас ничего не зависит. А именно, когда ты работаешь в сообществе, и твою инициативу слышат, и ты можешь себя проявить и реализовать, поэтому точно дело стоящее. Вот. Спасибо большое. Очень крутой рассказ. Классно, что поделилась. Я, знаешь, хочу тебя спросить, вопрос возника, почему такое название, как вообще такой креатив пришел, почему группа Центра? Потому что я сразу обратила внимание, как мы учили на курсе, да, название, логотип. Почему такое название? Да, честно говоря, я, когда училась, было так мало времени, а надо было домашнее задание сделать ваше. И что-то мне вот пришло, что группа Центр... А, еще потому что самый первый участник, который мне позвонил, он был военный бывший, он там горячих точек прошел много. И что-то сказал, я прошел тут курсы, коуча какого-то послушал, я хочу вот в это сообщество, и вот это вот... Конечно, такое название сомнительное, его много критиковали, но все-таки смысл главный, что из Центра расходятся как лучики активности, позитивности, и такое оставили название. Можно было, конечно, подольше подумать и получше. Настя, у тебя там Арина подписана. Настя, спасибо за рассказ. Доча, выходит. Да, на самом деле, вот такие успехи твои, да, чтобы тоже узнала, да, как это, камень, брочные воды, да, это круги, которые ты можешь не видеть. Вот сейчас я нахожусь в Пятигорске, и я буквально вчера вечером рассказывала коллегам, которые оказались в части сотрудников тоже из Челябинска, я рассказывала, когда ты молодец, и твоими успехами, конечно, хочется нам гордиться, и мне, как преподаватель, у которого ты училась, это просто усладно. Но вопрос у меня в следующем. Как ты думаешь, почему может не получиться? Вот, допустим, ты проходишь курс, ведь не у всех есть успешные проекты. Вот как ты думаешь, почему у кого-то не получилось? Извините, что я такой вопрос, но он такой, знаете, ну, он честный, по крайней мере. Отличный вопрос, я как раз хотела на это обратить внимание и забыла, что все-таки человек, который создает сообщество, на мой взгляд, должен быть харизматичный. Вот нужно прям посмотреть на Елену Попову. Ну, нужно готовой быть, потратить лишнего времени сверх своей работы. Нужно где-то свои средства даже потратить, потому что не всегда дадут, а у человека там день рождения или важный повод, ты не можешь это не ответить, да? Нужно быть, ну, готовой к такому некоторому самопожертвованию, альтруизму. Если берутся просто делать для галочки по пунктам и не вкладывая личной души средств времени, то тогда не получается, на мой взгляд. Я просто хотела подтвердить свои мысли, что ты как на практике. Я просто думаю, почему людей не получается? Тань, вот тоже подсоединись. Вот у меня есть ощущение, что реально перегорают, возможно. То есть понимать, что на это времени не хватает. Просто реально нужно быть готовым. Мне очень хочется, чтобы все, кто там приходили, они были готовы к тому, что в это надо вкладывать. Как Настя сейчас сказала, надо делать домашние задания. Ну, реально надо делать. Хочешь результат, нужно делать. Потому что по итогу курса у тебя есть готовая программа. Бери, внедряй. Да, да. Вот. Своё надо вкладывать. Хочется всех предупредить. Надо вкладывать время, да. Как мы своё вкладываем, так и все, чтобы тоже вовлекались. Не знаю, как бы на это отреагировать. Слушай, я скажу, что с точки зрения, если говорить про учёбу, про нашу программу сотрудники амбассадора, которая скоро стартует, то там к этому нужно быть готовым, что если ты пришёл прям с конкретным запросом, вот как у Насти было, чтобы запустить, перезапустить программу, то ты понимаешь, что получаешь не просто знания, а ты параллельно делаешь задание и получаешь обратную связь. То есть такую помощь даст страны нас к тому, как ведущим. Ценные подсказки, как вот с этим солнышком, ну, совсем просто реально будет в конце хорошая работающая программа прямо во время курса написать. Не то, что вы послушаете, а потом сами, как хотите, пишите. Ну, это как раз, условно говоря, это использовать возможности в процессе курса и за это время эту программу сделать. Второе, это потом её реализация. Здесь, мне кажется, важно, как бы вот последний, который показал один из последних слайдов, просчитать эффективность, понять, что это даёт бизнесу, увидеть этот эффект и системно работать. Потому что здесь, я понимаю, что есть как бы энтузиазм, и это важная заставляющая, но к энтузиазму нужна система. И вот то, что за счёт системы удаётся создать команду, которая тебя поддерживает, которая сама уже начинает быть такой самостоятельной, вот это, мне кажется, спасает очень сильно выгорание. Значит, ты тащишься на себе и в итоге выгораешь. Ну, сложно очень на первом ещё этапе, когда ты вроде объявление и всё, а люди не идут или идут вяло. Я помню, что я как раз Лену у тебя спрашивала. Я думаю, ну, конечно, там у Лены в Москве, у неё там другая совершенно публика, может быть, более такие продвинутые люди. А у нас, ну, представляете, сварщики, сборщики металлоконструкции, тяжёлое производство, у них там телефоны у некоторых ещё кнопочные. Лена сказала, что нет, у ней тоже есть разные категории сотрудников, что есть и приезжие, и не всё так радужно, как кажется, со стороны. Мне как-то это придало сил. Всё равно, когда делаешь, 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 начинают люди подтягиваться. Такого не бывает, что нет никого и никто не хочет. Всегда находятся желающие. Кажется, что это как раз… Очень круто. Мне кажется, как раз, Настя, как ты в конце заметила, это одна из тех программ, которая даёт возможность дополнительной самореализации той работе, которую человек делает. И вот это одна из таких крутейших возможностей, которые компания может предоставить. Ещё получить экономический эффект. И что удивительно, будет такое мнение, ой, сейчас он пойдёт в общественную работу, и на основной работать перестанет. Но мои люди, они, наоборот, лучше справляются с основной работой, потому что у них интерес сделать быстрее и чётче, чтобы начальник в следующий раз там отпустил на другой проект. Спасибо большое, Настя, за твой рассказ. Мне кажется, прям очень круто получилось, содержательно. Да, спасибо. Хочется поаплодировать. Да. Мы ещё раз всех с Леной приглашаем на курс «Сотрудники амбассадора». Я хочу сказать, что у нас ещё есть гайд, который можно скачать, почитать. Я под видео размещу вот эту ссылку скачать, почитать ещё раз про запуск программы. Мы уже выпускали его в прошлом году вместе с Еленой, где описаны основные моменты. И вот это всё, о чём говорила Настя. Но ободробно мы всему учим пошагово на нашем курсе «Сотрудники амбассадора» и даём обратную связь, позволяющую идти оттуда, с программой, готовой к реализации, дающей экономический эффект бизнесу компании, которую вы представляете. Ну что, всем спасибо большое. Тогда хорошего вечера, кому-то хорошего дня. Да, всем спасибо. Мы ждём вас на курсе. Записывайтесь, регистрируйтесь, не жалейте времени на знания. Нужно вкладывать в знания, в обучение и, собственно, в развитие компании. И тогда будет вам счастье. Всё, спасибо большое. От души Настя, Татьяна, всем, кто нас слушает сейчас, тех, кто нас услышит и уже в записи, присоединяйтесь. Мы ждём вас. Спасибо. Всем успехов. Спасибо. 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 Спасибо.